Программа предназначена для аудитории от 16 лет. По-прежнему, конечно, да. Потому что сейчас у нас уже стало три праздника. Но вот этот у нас по-прежнему остается самым главным. Потому что как-то мы к нему привыкли. Так что можешь меня поздравить заодно. Поздравляю, конечно же, как главного редактора журнала «Тавра. Деньги. Товар» в настоящей религии. А еще сегодня день рождения у моего кота. Ему исполнилось 6 лет. Он родился в день печати. Ну, вообще, май, конечно, насыщенный очень месяц. Всевозможные памятные даты. И 1 мая, и День Победы, безусловно. И, кстати, день радио послезавтра. День пионерии, масса дней рождений. У нашего главного редактора совсем недавно, Светлана Занькова Николая, тоже, кстати. У меня тоже совсем скоро, да. Буквально на днях. И к тому же еще одна дата будет 14 мая. И тоже день рождения. Тоже день рождения. Будет отмечаться 182-летие статистики. Кировской статистики причем. Не просто статистики. Истоки лежат в 19 веке, 1835 год. Еще Пушкин жив был, слушай. Да, кстати, да. Немножко оставалось ему еще до 14 мая 1835 года. Представить страшно. Вот Пушкин еще был жив. В Кирове уже статистика появилась. Ну, не в Кирове, а, конечно же, в Вятке. В Вятке, безусловно, в Вятке. Был образован так называемый Вятский губернский статистический комитет. Который в настоящее время, ну так уж попросту говоря, существует под названием Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. Или одним словом это можно сказать Кировстат. Кировстат. А так его называют, мне кажется, это очень нормальное, хорошее, понятное название. И сегодня впервые у нас в студии руководитель, собственно, Кировстата Николай Зорин. Николай Иванович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Николай Иванович на протяжении очень-очень многих лет возглавляет данное ведомство. Мы сейчас долго считали, да, вот честно говоря, пальцев в руках не хватило, да. Мы вас поздравляем, во-первых, да, с этой датой приближающейся. Хоть и дата не круглая, но все равно. Это очень видная, слушай. Значение это нисколько не умаляет. И мы вас пригласили сегодня для того, чтобы поговорить, что с собой Кировстат представляет, какие цели перед ним стоят, какие задачи. Какие люди в нем работают. Какие люди работают. Что было сделано на протяжении последнего времени. Какие перспективы впереди. О переписях сегодня поговорим, безусловно. Ну, наверное, начнем с такого общего вопроса. А что в данный момент представляет ведомство, которое вы возглавляете Кировстат? И даже, наверное, по случаю юбилея так сформулировал, что оно представляет сегодня. И чем оно отличается от того, что было 182 года назад. Да, ну, основной задачей органов статистики всегда и 182 года назад, и сейчас, и в советское время, и в настоящее время. Я думаю, в будущем тоже, да. Да, и в будущем тоже задача эта будет актуальной. Это задача формирования официальной статистической информации о тех процессах и явлениях, которые имеют место быть в обществе, в государстве, в стране и конкретно в Кировской области, как регионе Российской Федерации. Ну, давайте сразу поясним, какие сферы вы мониторите. Вообще абсолютно все? Практически все, насколько я понимаю. Практически, да. Никуда от них не спрятаться. Ну, чтобы ближе пояснить нашим слушателям, это потребительские цены, да? Ну, не только потребительские цены, мы отслеживаем деятельности в экономике, различных субъектов, различных отраслей экономики. Мы отслеживаем демографическую ситуацию. Убыль, прибыль населения, отток, приток и так далее. Приток, причины и так далее. Миграция, смертность, рождаемость. Потребительские цены, совершенно правильно вы сказали, как они складываются, какова их динамика потребительских цен. Ну, мы отслеживаем процессы, которые относятся к финансовой сфере, то есть финансово-хозяйственной деятельности, предприятий, организаций. Да и людей, наверное, тоже, потому что как бы тот же уровень жизни, он складывается из тех же финансов. Да, да, доходы населения, доходы-расходы населения, уровень заработной платы, численность работников различных организаций, количество и деятельность индивидуальных предпринимателей, также наша сфера работы. Ну, практически все. Да, практически все. Есть некоторые моменты, да, некоторые моменты, конечно, мы не отслеживаем. Например, таможенную статистику мы не берем, это уже таможня, их своя статистика. Допустим, есть данные, которые разрабатывают как субъект статучета пенсионный фонд, например, это их и пархи, но они с нами делятся определенной информацией. Нет, ну вот если посмотреть какой-то отчет статистический, скажем, вот я регулярно просматриваю по федеральным округам, да, когда идет вот этот распортал, там же есть все, там есть и милицейская статистика, полицейская, да, и пенсионного фонда. То есть он все стекается к вам в итоге? Ну, почти все, да. Да, есть действительно и статистика преступлений, правонарушений, это не наша статистика, это занимается статистикой соответствующие органы. Вот, есть, наверное, у прокуратуры какая-то статистика, но не все стекается к нам. Банковская статистика, кстати говоря, но банки с нами тоже делятся информацией для того, чтобы мы рассчитывали как раз вот и денежные доходы, и расходы населения. Это достаточно серьезная сфера для серьезный информационный ресурс, который, без которого просто нам не обойтись при расчете денежных доходов, например, населения. Вот такой большой объем, да. И в таком небольшом здании все это происходит, да. В Горбачево-40, кстати, в Горбачево-40 располагается Кировстад. Она сейчас немножко подобновилась в последние годы. А люди, хотелось бы послушать, которые работают в Кировстаде, что это за специалисты, где их обучают, и обучают ли вообще где-то? А я откуда знаю. Специалистов по статистике. У нас есть люди, которые скажут. Вообще у нас в стране, по-моему, так, именно профессию статистик можно получить в Московском экономико-статистическом институте МСИ. Это так и называется профессия, статистик, да? Да, есть такая профессия, да, статистик. Есть, кстати говоря, образовательный стандарт теперь утвержден по этой профессии, да, буквально недавно утвержден. Вот это статистики. Но в Кировской области у нас готовят специалистов для органов статистики практически, ну, вот все наши университеты государственные, где есть специальность экономика. Вот, там мы оттуда черпаем кадры из этих университетов и этих специалистов. То есть статистика, это все-таки не гуманитарий. Это все-таки, ну, это математик, он считает. Это сейчас, если раньше относилось, вообще-то по стандартам она относилась, эта профессия и образование по этой профессии относилось к сфере экономики, то теперь оно относится к сфере математики, то есть к естественным наукам, вот по стандартам. Ну, это, собственно, как во всем мире. Ну, скорее, такая точная наука математики все-таки, да, вот если говорить. Да, статистика, она основывается во многом на математике, на методах математической анализа. Так еще на какой математике? Я как-то глянул ваши формулы. Мама моя, я учился, я закончил курс высшей математики, но вот такой нарисовали на полстранице, там формулу расчета со всеми этими интегралами и суммами. Я думаю, мама моя, нет, лучше я посмотрю готовый результат. Это что, вручную все делается? Ну да. Или в настоящее время все-таки программа специальная? Я почему как раз хотел спросить? Сейчас понятно, сейчас есть программы, есть компьютеры. То есть, вводишь данные, и он тебе там выдают. Да, сейчас из банка могут позвонить, по электронной почте послать. Вот 180 год назад это как работа выглядела, я понять не могу. Ну, там немножко, не немножко, там достаточно за этот период произошли большие изменения. Я думаю, катастрофические, потому что как-то не могу себе представить. Дело в том, что вот сейчас, вы представляете, статистика, это довольно разветвленная сеть, так сказать, вот территориальные органы статистики, есть Росстат, вот. И мы, собственно, как щупальца, оплели, так сказать, всю... А всех нас так и скажите, всех вас мы оплели тут щупальцами, да? Да, да, да. Вот. А тогда было по-другому. Собственно говоря, штатных сотрудников в ГУП-статкомитете был всего один. Один штатный сотрудник. Остальные все работали на общественных началах. Это члены губернского статкомитета. На общественных началах. Вот. Откуда получали информацию? Это теперь мы оплели, опять же, отчетностью, так сказать, вот предприятия, организации. Да, сейчас средства связи есть, как бы удобно эту отчетность собирать, да? Да. В тот период, конечно, было совсем по-другому. Значит, откуда... Кстати, руководитель губернского статистического комитета, он далеко ведь не последним человеком был. Это губернатор. Гражданский губернатор. Да. Только гражданский губернатор, да. А штатным сотрудником, собственно говоря, долгие годы, более 40 лет, был Николай Александрович Спасский. Ответственность секретарь губернского статкомитета. И вот он, кстати, и памятные книжки начал выпускать, первый готовить и так далее. Готовил сводную информацию статистическую для представления центрального стата управления. Откуда брали информацию? Поставщиками информации, или как бы называемые респондентами, это были полицейские чины на местах. Это мы уберем все-таки еще дореволюционный период. Конечно, да. Вот там 835-е и так далее. То есть как это тогда происходило? Сел на лошадь, поехал в деревню проводить опрос? Да. Вот. Духовенство. Ну, были, кстати говоря, достаточно много добровольных респондентов из числа грамотных крестьян. Ну, конечно, грамотное основное требование было. Находили вот таких респондентов, не респондентов даже, интервьюеров, которые давали информацию об урожае хлебов, например, о пассивных площадях, о болезнях. Ну, полиция давала там данные о нарушении права противоправных действий и так далее. Церковь, соответственно, она же регистрировала все рождения, то есть они по демографии, видимо, получили. Да, метрика, так называемая. Вот первое такое организованное статнаблюдение было проведено в 1897 году, когда провели первую всероссийскую перепись населения. Кстати говоря, это было настолько хорошо организованное мероприятие, методология, но она практически соответствует теперешней методологии. Современной, да? Знаете, 1897 год и, допустим, 2010 год, собственно, методы, приемы и так далее, сбора информации, опроса населения, они как раз, ну, те же самые. Методология подсчета показателей. Умные люди жили в конце 1910 века, да? Умнейшие люди, умнейшие люди были в те времена. Ну, и в то, надо время помнить, все-таки территория авиатской губернии была намного больше. Побольше, да. И людей проживало, там, более трех миллионов человек. Более трех миллионов, да. Огромная область была. В тех границах, да. Так что, ну, и удивительно, что в то время и получали достаточно достоверные, хорошие, интересные данные, вот, о состоянии губернии, о состоянии экономики, о состоянии народонаселения, там, и заболеваемость, и смертность, и так далее. И все это представлялось наверх, то есть, в правительство России, вот, и, ну, на самом деле, удивительные люди. Работали в то время, да. Причем, вот я еще раз говорю, что меня больше удивляет, вот именно, как сама технология работает. Сейчас понятно, да, вот сейчас как-то мы видим это, наблюдаем. Тогда вот, ну, на самом деле, нет ведь ни транспорта, ни связи, там, ну, уж я не говорю про интернет, там, такие страшные слова. Да, да, да. Ну, ближе к современности уже будем возвращаться после небольшой паузы, которую сделаем прямо сейчас. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот, руководитель Кировстата сегодня у нас в студии Николай Зорин. Давайте напомним все-таки про опрос, который есть у нас на сайте, на нашей странице ВКонтакте. Максимально простой такой. Да, опрос простой. Информация от службы статистики по ценам на товары и услуги, вот этот аспект. Ну да, вот взяли на эту нишу, да. И спросили это, люди скорее доверяют, второй вариант, скорее не доверяют, а третий, я удивляюсь, где они находят такие дешевые продукты. Вот что там, Володя, у нас? Ну вот, именно этот вариант, ответ он вызывает основной интерес голосующих. Да, то есть они удивляются, где вы находите столь дешевые продукты. Ну, я думаю, вот смотри, вот я не знаю, конечно, тут я предваряю, просто вот как тут сейчас Кировстат активно работает довольно с прессой, мы регулярно встречаемся, и для нас специально провели целое занятие, где рассказали, как это все происходит. Было очень наглядно, интересно, не знаю, сейчас здесь его не повторить. Николай Иванович, ну хотя бы вкратце так расскажите, откуда берутся информации вот по этим ценам? Да, информацию мы берем не с потолка, естественно, и не с помощью гороскопа там, или состояния звезд там на небе. Вот, цены берутся очень просто. Наши специалисты, регистраторы цен идут в определенные моменты времени, идут по магазинам, по торговым точкам, и регистрируют, не опрашивая сотрудников магазинов и так далее, торговых точек, и не получая от них никакой отчетности, мы просто смотрим на ценники и фиксируем цены на конкретные, на определенный перечень товаров. Группа товаров, да, молочная продукция, мясная продукция, колбаса вареная, крошечная, мясо такое, бескостное, костное. Ну, там конкретно фиксируется, условно говоря, колбаса вареная такого-то сорта. Все, и она из раза в раз, и вот эта колбаса вареная фиксируется. Затем мы обобщаем эти данные, полученные в ходе вот такого обхода. А сколько торговых точек нужно обойти для объективности требований? Более 100 торговых точек, причем мы берем там торговые точки, не естественно, мы отбрасываем всякие рода бутики, которые, собственно говоря, туда ходят 10 человек в неделю. А сейчас мы и того меньше. Да, да. То есть массовость для вас это, конечно, один из основных показателей. Да, да, посещаем, наиболее потребляемые продукты мы берем, вот, ну, например, мы не берем, ну, условно говоря, магазин Стерлигового, вот этот вот. Ну, зачем его брать? Он сильно изменится с хлебушком. Поэтому мы берем продукты и торговые точки, кстати говоря, рынки мы обследуем, вот, тоже. И берем те, которые, ну, посещаются людьми, продукты, которые используются наибольшей степени. Конечно, может быть, кому-то покажется, что цены вроде как маловатые, там, низковатые и так далее. Но это объективно, мы не приукрашиваем ничего. Вот, кстати говоря, вот такой же вопрос нам задает, например, когда мы говорим о заработной плате. Вот, ну, понимаете, вот это... Средняя зарплата у нас сейчас порядка 22 тысяч, да, в регионе? А в городе Кирове, там уже, по-моему, около 30. Около 30 недавно как раз. Вот недавно опубликовали средние по области данные по заработной плате. Тут же в интернете, значит, появились комменты с критикой вот этой среды. Откуда вы, откуда они такую зарплату взяли там, кто такую зарплату получает, да вот критикуют за то, что кто-то миллион, кто-то там 7,5 тысяч, там средняя получается. Ну, мы, в общем-то, у нас основа это отчетность предприятий, организаций, и на вот этой базе мы строим, ну, правильно, мы средний показатель вводим. Ну, а о каком еще показателе можно вести речь? У нас нет возможности дифференцировать там по группам населения, по уровню их бедности, богатости и так далее. У нас просто это все, каждое обследование, оно стоит денег. Ну, периодически из-за информации появляется, где уже разбивка на вот эти вот 10-процентные группы, там уже можно внимательно посмотреть, сколько людей, примерно, какой процент людей, кто за чертой бедности там и так далее, кто ниже прожиточным. Просто такую информацию в оперативном порядке сложно готовить. Сложно, конечно, это сложно. А еще информация ведь поступает по профессиям непосредственно, да? Есть и такая информация, она по отраслям, за отраслям, да, обязательно. Она там, по-моему, раз в год там появляется и так далее, это по профессиям, а вот по отраслям-то там ежемесячно мы там делаем, там лесное, сельское хозяйство, здравоохранение, там финансовая сфера. Такую информацию мы тоже даем, и там тоже интересное там явление мы отслеживаем, то есть не только среднюю зарплату. Ну вот у человека мироощущение такое, значит, вот он критикует и говорит, да и по моим данным, по моим данным, средняя заработная плата не больше 8-9 тысяч. Вот извините меня, на основе каких данных, но это вот у человека мироощущение, может быть оно... Может быть он как 182 года назад там спросил... Ну такой вот у него круг общения, круг знакомых. Вот он спросил одного товарища, у тебя сколько, вот столько, у мамы столько, у брата столько. Если ты из этого круга знаком, задавайте, а люди где-то примеры твоего уровня, да, вот и получается, что мы все с ним, у нас всех по 8 тысяч, мы говорим, да что ж они врут, у кого ж там какие-то 20 тысяч. Да, 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 вот и говорят, что мы врём. Вот мне однажды один знакомый позвонил, значит, еще когда была гиперинфляция там и так далее, в тот период, позвонил экономист, Николай Иванович, слушай, ты вот как так, ты даёшь, что цены выросли там в среднем, ну, условно говоря, на 25. За какой-то период. Я пошёл в магазин, спички в три раза выросли. Я говорю, ну, слушай, ну, как-то так, мы не только спички отслеживаем, мы более 600 видов товаров и работ услуг оцениваем. И вот на базе вот этой совокупности мы получаем индекс потребительских цен, который говорит об инфляции. Ну, и правильно, спички считать как. Спички стояли копейку, стали стоить три, да? Вот тебе, пожалуйста, плюс-чуть 200 процентов. Я, кстати, помню, прекрасно те времена, да, когда ещё коробочек стоил одну копейку. Копейку, да, да, и прямо написано было на нём одна копейка. А потом, когда стоили стоить три, получается, плюс 200 процентов роста, или за голову хватается, да? Хотя на самом деле плюс две копейки всего лишь, там, тоже от базы, от какой считать зависит. Цены на автомобильное топливо хочется поинтересоваться как. Автомобилисту? Я, к сожалению, не взял с собой... Но это тоже ведь, тоже ваша работа. Мы тоже отслеживаем. Причём, по-моему, еженедельно даже, да? Еженедельно, да, отслеживаем динамику цены на автомобильное топливо. Конечно, есть рост. Рост есть, мы фиксируем. Я, к сожалению, не захватил с собой конкретные данные, чтобы можно было. Ну, я думаю, автомобилисты в курсе, когда... Это как бы... Регулярно появляется. На сайте Кировстата, да, можно найти. На сайте Росстата с раскладкой по регионам тоже есть всё это. То есть, кстати, вот насчёт этих сайтов говорить, то это очень хорошие информативные ресурсы и Кировстата, и Росстата. Я как недавно вот как раз смотрел, кого похвалить, да? Вот я думаю, что это просто в этом плане, там, на самом деле, найти можно всё, что они делают. Да-да-да, совершенно верно. Данные, которые получает Кировстат в ходе своих исследований, работы, как они затем потом используются другими официальными структурами, и как вы взаимодействуете с правительством области, с отдельными ведомствами. Да, здесь мы как взаимодействуем? Конечно же, информация для нас это не вещь себе, она должна быть использована. Кстати говоря, интерес к информации растёт, и растёт не только со стороны там, допустим, мы говорим, заметный рост интереса со стороны населения, со стороны бизнеса. Это статистика цен, кстати говоря, в том числе, допустим, статистика цен на жильё, например, на строительные работы, на цены производителей определённых, там, молока, там, или ещё кого-то. Статистика доходов, статистика заработной платы, статистика населения. Это очень востребованная информация в настоящее время, со всех сторон она востребована. Ну и, конечно, растёт интерес и со стороны органов государственной власти, местного самоуправления к информации. Они её используют и для прогнозирования, и для расчёта прогнозных оценок, и так далее. Ну и других, для принятия управленческих решений определённых. Причём, если раньше, вот я давно работаю, в 80-е, 90-е годы, там интерес был, какой, вот, а как планы выполняются? Вот там, сколько станков, сколько там. План спущен, и нужно просчитать, там, в количественных показателях, да, доводится ли он. Теперь значительно более широкий круг интересов в этом отношении со стороны органов власти, вот, к информации. Там очень много разных, различных показателей, мы туда даём. В рамках федеральной программы «Статработ» то, что мы вот так вот, вот месяц прошёл, мы провели, собрали отчётность, обработали там, передаём эту информацию туда. Всё, по электронной почте, теперь только электронный, собственно говоря, обмен информацией. Ну, кроме того, мы очень много даём информации органам власти, в частности, даём характеристику того или иного показателя, не только, вот, в статике. То есть, вот, на сегодняшний день, как фотография, ну, мы даём её оценку, её изменения во времени и в пространстве. Ну, например, давайте возьмём, как бы, вот, конкретный, конкретный критерий, конкретный какой-то нюанс. Ну, давайте тоже производство молока, условно говоря. Ну, да, ну, вот, условно говоря, производство молока, там, значит, мы даём туда информацию не только, вот, ну, допустим, квартал прошёл, объём производства молока состоял столько-то там тысяч. Ну, 150 тысяч, условно говоря, тысяч тонн, да. Да, 150 тысяч. Хотя, с другой стороны, зачем городского жителя должен волновать? Ну, это речь идёт о специалистах, да, об органах власти. А это у нас, извини, сейчас, центральное козырьное направление, да, козырь наш. Мы даём сравнительную характеристику, там, допустим, по регионам Приволжско-федерального округа. Просто по соседним, там, кстати, интересно очень получается. Да, вот, то есть это в пространстве, скажем так, да, характеристика. Дальше, в динамике, а как она там была, как было год назад, пять лет назад, допустим. Вот, это очень востребованная информация, и вот мы такую информацию готовим. Кстати, вот просто перебью насчёт молока, вчера был в нашем университете опорном, там тоже вот как раз они, пользуясь вашими данными, нарисовали такую картинку, значит, вот, что мы же очень много молока производим, да? Ну да. Они посмотрели, а что у нас вокруг-то, где-то у кого-то есть ли дефицит, то есть куда нам это молоко-то наше девать? Рынки сбытка. Оказалось, все вокруг очень много его производят, все с избытком, ни одной территории вокруг нас нет, где бы молока было не в избытке. Они говорят, вот мы сидим сейчас и думаем, как это посоветовать. Кстати, вот вопрос. Глубокая переработка, умные люди говорят. Вы, наверное, это вот даёте, когда в органы власти, они ведь, наверное, не всегда рады тому, что вы даёте. Не все цифры их радуют. Вас как вот, ну, знаете, вас ругают за это? Скажут, что такое опять за это? Как на вас смотрят, как с вами разговаривают? Да, как на вас смотрят, когда эти цифры появляются? Ну, вот, может быть, когда мы говорили на предыдущую тему, так сказать, по поводу критики нашей информации и так далее. Ну, как сказать, вот, я, тут есть определенная связь, значит, ругать-то нас не ругает, в принципе, и меня, как руководителя, в принципе, не ругает. Честно говоря, что иногда даже, когда вот в дни рождения, там, в юбилейные, там, даты, в праздничные дни, иногда даже хвалят, говорят, что неплохой руководитель. Ну, а критика, наш адрес, конечно же, существует, и она имеется. Были времена, когда мы, как бы, вот, общались с предыдущими губернаторами, там, по этой теме. Вот, например, спрашивают, ну, Николай Анатольевич, почему у нас вот такое производство свинины, такие комплексы и так далее, а цены на свинину у нас... Одни из самых высоких в приводском федеральном округе, да. Да, одни из самых высоких. Почему? Откуда вы такие цифры берете? Я говорю, извините, это ваша задача вообще отвечать на этот вопрос. Ваша задача определить. Мы дали вам факт, констатацию факта, цены высокие. Производство такое-то. Динамика производства свинины такая-то. А уже, а почему цены такие? На масло, на сливочное, например, и так далее. Это ваша проблема. Вы ее решайте. Не наша задача искать причины. Мы даем констатацию факта. Ну, кстати, масло сливочное, это уже 100 рублей, да, стало пачечком. Ну, это что имеешь в виду? Надо брать в среднем. Сливочное, это берешь Кировского молочного комбината, да. Ну, нашего местного производства. Ну, проднись передавно, идешь и подешевле. Конечно же, по маслу сливочного мы, естественно, берем не только КМК. Не только КМК. Это и Богородское масло, там, допустим. Ну, масса же заводов теперь. Масса заводов, разный состав немножко и разное качество. Что мы берем всегда одно и то же, масло сливочное, а никакой не спрей. Не спрет. Не спрет, да, не спрет. Да, без разницы, спрей тоже не спрей. Нет, нет, точно не спрей, но не спрет тоже. Вот, значит, берем только масло сливочное с жирностью не меньше 72%, 72%. Это классика. Да, классика. Для того, чтобы можно было сравнивать между территориями и в динамике и так далее, чтобы у нас этого искажения не было. Нам пора на рекламу небольшую уйти. Я напоминаю, что мы беседуем с Николаем Зориным. Это руководитель Кировстата. Очень интересно, кстати, побеседовать. А ты думал? Да. Просто такое отображение нашей жизни в цифрах. Вернемся через полторы минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 14 мая наша региональная статистика будет отмечать 182 день рождения. Специально мы к этой дате приурочили нашу беседу и нашу встречу сегодняшнюю с Николаем Зориным. Руководителем Кировстата. Ну что, вспомним последние такие крупные статистические компании, которые были в нашем регионе. Последние две, насколько я помню, очень крупные. Это была, конечно, сельхозперепись. Очень такая была громкая компания. Так сказать, много о ней говорили. Много было опасений поначалу, я даже помню. А потом еще такая, чуть потише, насколько помню, прошло такое сплошное наблюдение малого бизнеса. Приоткрыть там завесу, да, посмотреть, как малый бизнес-то живет. Да, ну вообще вот у нас за последние 15 лет мы провели уже 4 переписи. Это две переписи населения, перепись 2002 года, перепись населения 2010 года. Хочу сразу спросить, когда следующее у нас планируется? Перепись населения 2020 года. 2020, то есть буквально вот уже. Раз в 10 лет ведь там, да? Да, раз в 10 лет. Сельхозпереписи две мы провели, значит, в 2006 году и в 2016 году провели две сельхоз. И два сплошных обследования малого и среднего бизнеса в 2011 году мы за 2010 год проводили. И вот в 2016 году, по данным, за 2015 год провели обследование. Ну, пока говорить о каких-то результатах обследования малого и среднего бизнеса пока рановато, потому что итоги еще не подведены. Ну, первые эти итоги вы есть, доводились же уже там. Да, ну там говорили. В федеральном центре сейчас это обрабатывается, вся информация, да, уже не последовательно в Москве? Да, да, да. И переписи населения, сельхозперепись также обрабатываются в федеральном центре. Вот наша задача, значит, теперь уж на этом этапе задача заключается в том, что мы будем получать таблицы определенно сводные, там, в различных разрезах, смотреть, насколько они правильно отражают ситуацию, там, так сказать, вот, с точки зрения логики, арифметики какой-то и так далее. И затем, если мы подписываем, говорим, что это все нормально, значит, они уже там ее принимают в работу. Вот это наша задача. Так что по сельхозпереписи мы получим данные, предварительные данные, значит, в конце 17-го года. В этом году уже, в конце этого года. То есть окончательные итоги сельхозпереписи в полной разрезности, во всех разрезах мы получим в конце 18-го года. А напомните, цели-то какие ставились? Сельхозпереписи. Да, перед переведением сельхозпереписи, вот это, мониторинга, бизнеса. Исследование, ну, все правильно, цели всегда любых вот таких переписей, они заключаются в том, чтобы оценить ситуацию в том или ином направлении, то есть вот в данном случае в сельском хозяйстве. А что представляет из себя сельское хозяйство? Кто работает в сельском хозяйстве? Чем занимается? Какие продукты производят? Какие посевы используют? Каких культур? Какими средствами располагает, ресурсами там, вот, и так далее. Вот такой срез как бы тогда, а потом уже можно будет на основе вот этих данных, получив вот эту фотографию на определенную дату, значит, мы можем уже проводить определенное сравнение, допустим, теперь сельхозпереписи 16-го можно сравнить с переписи уже 2006-го года. Кроме того, на базе вот этого обследования, любого такого сплошного наблюдения, будь то перепись населения и так далее, строятся уже текущие оценки. Вот, допустим, перепись 2010-го года населения возьмем. Мы получили определенные данные на конкретную дату. Далее мы получаем данные из миграционной службы по прибывшим, выбывшим. Из ЗАГСа мы получаем смертность, рождаемость. Накладываем это на итоги сельхозпереписи населения и получаем текущую оценку численности. Мы тоже не с потолка берем, вот говорим, что на 1 января 2017-го года численность населения составила там миллион двести, там... — 299, что-то не помню, там какая-то такая... — Да, в десятом миллион трехсот. — Меньше уже, меньше уже. — Да, чуть более миллиона трехсот. — Да, так что миллион трехсот было, 305, по-моему, даже так. Вот для чего эти данные используются. Ну и кроме того, конечно же, вот эта информация, насколько я понимаю, она используется при принятии определенных государственных решений, законодательных актов, нормативных актов. Вот мне иногда задают вопрос, а как вы ощущаете, так сказать, есть ли результат какой-то вот вашей деятельности по проведению вот этих переписей? — Ну, не знаю, я вот так вот, мне никто не говорит, что вот в результате сельхозпереписи там то-то, то-то произошло. Ну, я вижу, что происходят какие-то процессы по господдержке, допустим, да, малого бизнеса, да? Есть определенные. Небольшие деньги, но они выделяются. Определенные законодательные акты принимаются там, не кошмарить бизнес и так далее. Ну, наверное, очень хотелось бы надеяться, что... — Нет, безусловно, это делается на основании 100 данных, потому что обосновывается ведь так. — Да, когда даже та же поддержка регионов осуществляется, смотрят перспективы, смотрят, как идет убыль населения. — Ну, конечно же, конечно, да. — Смотрят, как дальше будет динамика, предполагаю, соответственно, уже от этого зависит, стоит ли сюда вкладываться. — Да, кстати, простите, по поводу рождаемости, вот на днях было ведь озвучено правительством региональным предложение выплачивать компенсации в 5000 рублей родителям. — Тем, кто планирует второго ребенка, мне название понравилось, тем, кто планирует. — Нет, за второго ребенка, который родится после 31 августа этого года, в возрасте с полутора до трех лет, ежемесячно 5000 рублей за то, что не посещает садик. — Нет, я просто заголовок вспомнил, что государство поможет тем, кто планирует второго ребенка. Я так же подумал, может, мне запланировать. — Обоснование этой нормы, что у нас рождаемость на 19% упала, это они у Кировстата взяли? — Ну, конечно. — Конечно, у нас рождаемость упала в прошлом году. — 19%? — Очень резко, да. — А смертность по-прежнему растет, так что это данные открытые совершенно, они публикуются раз в месяц. — Да, совершенно верно. Но дело-то в том, что здесь зависит не только от каких-то мер, принимаемых государством и так далее, вот этот материнский капитал. Да, это фактор, влияющий очень серьезно на ту же рождаемость и так далее. Те же, создание тех же перинатальных центров строительства, вот их действия. И это, конечно, влияние оказывает, но нужно иметь в виду, что демографические процессы очень долгограющими являются. Потому что иногда аукается то, что было там 10-15 лет назад. — Так что еще аукается? Какое 10-15 лет? 70 лет назад война до сих пор аукается, потому что ямы возникают. — А то, что у нас сейчас детородный возраст вступает малочистенно, но это поколение 90-х годов, это тоже. Ведь вот дело в том, что у нас есть, кстати, единственное ведомство в Российской Федерации, это Росстат, который делает прогнозные оценки. — На много лет вперед. — Да, да. Так вот, не радуют ведь их оценки. У нас до 31-го года есть оценки демографической ситуации. Население сокращается и будет сокращаться. — Степенное будет снижение, да, все? — Снижение населения Российской Федерации. — Мы дойдем и до 2-х миллионов, и даже ниже, вероятно, упадем. Если, конечно, не будут какие-то предприняты еще дополнительные шаги, меры и так далее, чтобы их стимулировать. Дело в том, что малочисленное поколение вступает в детородный возраст. — Да, оно вступило уже. — Да, оно вступило уже. — Так вот, чтобы сохранить вот этот уровень рождаемости и так далее, численность населения, значит, надо, чтобы оно очень интенсивно занималось этим процессом. Планировало и исполняло свои планы. Не только планировало. — Но у них сейчас, опять же, у этого поколения ведь сменились еще и жизненные, так сказать, установки, да, ориентиры. — То есть, если раньше там еще вспомнить нашу юность, да, мы примерно с вами одного года, там в 20 лет девчонка должна уж замуж выйти и рожать, собственно, иначе она уж типа перестарок. — Да, в 20 лет она вроде как постарел. — Перестарочек уже, перестарочек уже, не берут, залежалось, вот. А сейчас люди планируют, что мы до 30 и не думаем даже. — Вот именно. — То есть это и так малочисленное поколение, да, они еще 10 лет себе форы дают. — Ну, это тенденция, в общем-то, общемировая, ведь там тоже за рубежом как. Пока я не устаюсь в жизни, как бы, не получу какой-то определенный статус, не получу образование. — Я сначала должен, да, получить образование. — По большому счету, это и западная модель, которая сейчас вот у нас здесь присутствует. — Она как бы, да, внедряется. — Совершенно верно. — И тем более сейчас медицина, раньше медицина не позволяла поздно рожать. Сейчас хоть 40 лет, пожалуйста. — Вот, мы говорим о том, что коэффициент рождаемости, там, допустим, у нас 1,2, то есть 1,2 ребенка на это... — На тысячу жителей. — Да. Это же вот даже простого воспроизводства не получается. А у них там давно, у них там давно рождаемость на двух человек, там, совсем маленькая. — Да. — Зато у них вон какие миграционные потоки сейчас в Европе-то. — Ну да, миграционные потоки, да-да-да. — Остается у нас буквально несколько минут для конца разговора. Хочется все-таки о будущем и перспективе поговорить. Статистики. — Ну, статистики. — Какие сейчас перед вами задачи стоят? — Вообще, кстати, вот, извините, у вас как-то какое-то переподчинение тихонько произошло? Вы вроде из министерства... — Ну, как тихонько. Решение правительства по переподчинению вновь. Ну, на моей памяти уже... Я только пережил, по-моему, 2 или 3 переподчинения. — Так, поясните, о чем лечится. — Идет речь о подчинении. Мы были подчинены правительству Российской Федерации непосредственно. Теперь вот буквально в апреле нас подчинили Министерство экономики. — Министерство экономики. — Министерство экономического развития. — Ну, какая-то логика, возможно, в этом есть. — Логика есть, но на работе-то это вроде не должно отразиться. — Я думаю, что не должно, потому что мы используем в своей работе все равно общепринятую, общемировую методологию, научно обоснованную методологию. Так и будем продолжать работать. — А в каком направлении развивается статистика? Какие тенденции сейчас там заметны, чтобы простым языком хотелось бы выяснить? — Если так, очень так, схематично. Значит, во-первых, это активизация электронного сбора отчетности. Далее, централизованная обработка данных. Вот это тоже тенденция намечена. То есть мы уже сейчас несколько, буквально больше десяти форм отчетности только собираем отчеты, проверяем, контролируем и отправляем в Росстат. Обработка идет там. Вот этот процесс дальше будет продолжаться. Дальнейшее совершенствование технологии обработки. В частности, вот мы говорили о переписи 2020 года предстоящей. Уже теперь принят закон о том, что мы будем иметь право, и это будем использовать свое право, проводить перепись через интернет. То есть понимаете, как надо? — Ну это да, так вот смотрите, я даже заметил. — Все же говорят, что наступит время, когда просто нажимать на кнопку, будешь и все. — В сельхозпереписи уже ходили переписчики с планшетами, да? — С планшетами, да. — То есть уже вот, смотри, раньше с листочками, с анкетками, сейчас же с планшетами. То есть изменения просто видны. — Хотели в 2010 году провести уже с помощью интернета, но пока не было закона. — Но интернет не провели. — В сельхозпереписи там, понимаешь, не везде. — Можно было проводить, но не готовы просто были, как идентифицировать того или иного гражданина, чтобы не переписать дважды и так далее. Вот эти вот тенденции, значит. Кроме того, я думаю, что и Росстат над этой проблемой работает. И я думаю, что теперь, может быть, плюс этого подчинения Министерства экономики заключается в том, что надо бы провести объединение информационных ресурсов различных ведомств. — А, баз данных, так называемых. — Но есть у вас межведомственная система, вот эта ЕМИС, по-моему, сокращенно называется. — ЕМИС, это уже готовая информация. — Туда уже готовую информацию закачивать и так далее. Но понимаете, вот мы собираем ежемесячно сведения о заработной плате предприятия. Но эти данные мы можем получить легко и просто из других источников, не собирая отчетность дополнительно. Например, фонд социального страхования. — Отчисление, да? — Да, фонд отчисления можно рассчитать, можно. Дальше мы собираем, значит, налоговую, бухгалтерскую отчетность. Мы собираем, налоговую службу собирают. Почему нам не передать определенный ресурс? Мы его не разглашать, ничего не будем. Но кодекс налоговый запрещает это делать. А если мы объединим, значит, мы тогда на бизнес нагрузку существенно сократим. Есть и другие показатели. Ну, например, вот мы собираем теперь сведения о задолженности по заработной плате. Эти данные еще в большем объеме имеются в Рострудинспекции. И они обычно у них выше цифры, чем у вас. — Конечно. Это как новая обязанность для Кировстата. — Эти сказали 30, эти сказали 40. — Новая обязанность для Кировстата? — Собирать задолженность по заработной плате или это ваша такая уже давнишняя работа? — Причем нам отчитываются организации, которые имеют задолженность и которые сознают, что раз они имеют, они должны отчитаться. Но мы не имеем права для проведения проверок различного рода, отчитался он, не отчитался, мы считаем, что у него нет задолженности. А может, он не отчитался, потому что он не хочет отчитываться. — А Роструд проверки проводит, у них информация другая, понятно. — А Роструд проводит проверки. — Зачем? — То есть сейчас немножко двойная работа. — Зачем? Но, к сожалению, вот так вот на... — То есть надо налаживать межведомственные взаимоотношения. — Да, конечно, разумом-то понимаешь, что можно объединить и не делать одну работу дважды и трижды и тому подобное. — Конечно, да. — Мы об этом, мы статистики об этом многократно говорили, в том числе и по задолженности по заработной плате. — У нас буквально несколько секунд остается. — Мне берут у нас это. — Николай Иванович хотел бы последний вопрос задать. У меня просто такое ощущение складывается, да, вот информатизация, все это развивается, развивается, технологии все эти. Возможно, настанет момент, когда у нас здесь на месте вообще не потребуется такого органа какого-то статистического. — Я думаю, что в том или ином виде он все равно останется. Все равно останется, потому что мы должны быть приблизены к потребителям информации, должны быть приближены и к поставщикам информации. — И тем более, там ведь не забывая не только цифры, там же еще есть и опросы, и проведения. — То есть работа в полях. — Да, да. — Организация различных обследований, там на местах поиск, интервьюеров и так далее. Ну, процесс у нас вообще-то идет по системе. У нас уже, по-моему, 13 территориальных органов ликвидировано. — Все-таки есть такое явление. — И создаются межрегиональные управления уже теперь. Ну, в частности, там, допустим, Свердловска. — Но все равно те методы, которые были 182 года назад, остаются никуда от них не идти. Надо с людьми общаться. — Да. Ну что, вас и ваших коллег мы поздравляем с праздником. — С праздником. — С праздником. И еще во многих-многих лет успешной работы. — В свою очередь, вас с наступающим праздником. Победы. — Спасибо большое и наших слушателей, конечно. Николай Зорин, руководитель Керостата, гость нашего дневного разворота. Сегодняшний разворот на этом завершается. До встречи в Культпоходе через 20 минут. — До встречи в Культпоходе через 20 минут.